Люди годами наживали добро и наводили уют, но в один миг всё превратилось в пепелище. В Майинском районе Ульяновской области случился страшный пожар. На этом месте был жилой дом. Шесть жилых домов сгорели дотла. Кроме того, по подсчётам главы Майинского района, огонь успел уничтожить пять гаражей, девять бань и семнадцать надворных построек. Погорельцы ещё только приходят в себя. У Елены Лебедевой огонь уничтожил дом её мамы. Елена увидела клубы дыма с окраины, когда находилась в центре посёлка. Худшие опасения подтвердились во время телефонного звонка. Я увидела дым, позвонила маме. Я живу в центре, она живёт в лесокомбинате. Такой посёлочек у нас небольшой. Я позвонила, увидела дым, она мне только крикнула в телефон, «Алёна, мы горим, документы забирай». И ходит. И всё, я на такси приехала быстренько туда. Но пока я ехала, уже дом весь горел. Она у меня дома лежит, но у неё давление, конечно. Она у нас после инсульта. Поэтому, конечно, опасаясь за её здоровье. Мы будем делать всё возможное и невозможное. Жертв нет, но все те, кого коснулась эта беда, находятся на грани. Шоковое состояние ещё не прошло. Зайтуна Урманова сейчас живёт у родственников. Возвращаться ей некуда. Вот в 65 лет остаться без жилья – это… Сами понимаете. Родственники вам как помогают? Ну, помогают. Вот сестра сейчас у неё хоть что-то дала, одела, переночевала там. Кормит. Что ещё может она? Она сама тоже пенсионерка. Что она ещё может? Тоже такая же, на три года старше меня. Помогают, чем могут. Напомним, посёлок горел 16 мая. После того, как огнеборцы потушили более 3000 квадратных метров площади, следственные органы начали выяснять причину возгорания. Предполагается, что сначала загорелась территория возле железной дороги. Далее огонь перекинулся на поддоны с опилками, которые хранятся на местном производстве. Знаете, это неблагодарное, наверное, дело говорить о причинах. Для этого уже занимаются и прокуратура, и следственный комитет. Но есть такие догадки, потому что буквально вчера в одно и то же время вдоль железной дороги сначала было два пожара, потом сегодня уже прокуратуре я говорил, ещё два пожара. То есть в одно время вдоль железной дороги произошло четыре пожара. Наша съёмочная группа побывала на сгоревшем комбинате. Пламя здесь полыхало ещё недавно. Раскалённая земля ещё дымится, все постройки покорёжены. Напомним, эти корпуса загорелись первыми. Сначала загорелся местный лесокомбинат, затем огонь распространился на ближайшие жилые дома. Несколько семей осталось без крова. Здесь и сейчас работать очень сложно, потому что стоит едкий запах гари и дым столбом. Все погорельцы не остались без помощи. Алексей Русских взял эту ситуацию под личный контроль. Для семьи организованы номера в местной гостинице. Поступает материальная помощь от депутатского корпуса и социальной защиты.